Трибуна. Взнается самое лепшее место, как доказать всем, что ты – саправдная особа. Телебачение, которое нараджало саправдных взорок, было очень короткий час. Все были молодые, все были неформальные, все с завушницами некие. Оно очень мешало, и надо было посадить на эту чистоту другую команду. В реакторе ко мне подошли три короткостыженных молодца в плохих рубашках, чуть драки не случилось. Напевно, там был режиссер Юрий Заронок. Я просто не могла поверить своему мужу. Ну, надо было что-то создавать, и часть коллектива решила попробовать создать что-то в зоне державы. То, что телебачение можно створить, так сказать, на выгнании, и что это будет нормальная якость телебачения, мало кто верил. Дорога же вы, никуда не задумывайся, про что вы хотели сказать на этом месте. Конец 80-х. Советский Союз трещит по швам и рушится, доживая последние годы. Это не агония, а скорее необратимый процесс, затянувшийся во времени. И с каждым новым днем повышался запрос людей на свободу, отказ от форматов и ограничений, какую сферу деятельности не возьми. Белорусские медийщики, особенно телевизионщики, чувствовали это едва ли не острее остальных. Ведь они в принципе были завязаны на том, чтобы непрерывно отражать реальность, пусть в условиях советских времен и порядком искаженную. Понимание же противоречий, который лишь подчеркивал стремительный процесс развала СССР, подтолкнул творческих людей действовать на опережение. Ведь формирование национального самосознания и принятие людьми Беларуси как независимого государства происходило прямо у них на глазах, так сказать, в режиме прямого эфира. Мы працуем в эфире «Амаль, что вот». Шмачок изменился за этот час у нашей краине. Мы сподевались и на то, что удельники конкурсу «Золотая десятка» коли-нибудь выйдут у парламент Беларуси и будут працевать на корысте незалежности и суверенитета. Сегодня сами хэтое понятие поступово губляют для нас свой сенс. Мы навод не ведаем, у якой краине мы будем жить. У державе Беларусь, чей просто упал ночно заходним краем. Это же было, когда началась перестройка гласности, собственно говоря. 1988-1989 год, 1987 год. Стало зрозумело, что мы можем рассказывать абсолютно обо всем, что мы можем створать сюжеты, которые были немогчимы створать еще год-два тому. Появление программы «Крок» ломало устоявшиеся стереотипы и было глотком свежего воздуха в затловом информационном пространстве. Его герои-ведущие словно разбивали четвертую стену и вели прямой диалог со зрителями на актуальные темы. Это было смело, дерзко, а порой даже вызывающе. Сегодня мы выходим у эфир у записи. Тому до вас не оришкая просьба. Не уяки мрази. Не звоните нам. Ты ли бачене было вольным, ты ли бачене было саправдным, ты ли бачене было цикавым, ты ли бачене, якое нараджало саправдных зорок, оно было вельми короткий час. Оно было не десь там 88-го по 95-й, шостый махчимый год. Не десь вот так вот. Параллельно, пусть свойств сопротивления, голос молодой белорусской совести прорезался и на радиоволнах. Русская рада на той час, это такая суполка, женщина с прической типа гнездо и мужчина в шерых спинжаках и в шерых хальштуках. Это вот как бы сельская ранница, это как живешь интернат. Вот такие программы, редакция сельской господарки, это то, что наибольшего подпоминает белорусскому раду. А тут, когда белорусская молодежная первоформатованная, изъявилась в 1992 году, это абсолютно нечие люди пришли. Все были молодые, все были неформальные, все с завушницами некие, всех основный контингент рады, страшно не любил это, все озирались, на нас все глядели. Потребность в многоголосии, новых лицах и идеях порождала эксперименты, которые даже сегодня выглядят эффектно. Что уж говорить о периоде, когда само понятие прямой эфир взрывало умы аудитории. Это так само связано с программой КРОК, когда мы делали открытый микрофон, скажем так. Это был саправдый открытый микрофон, там саправдый широк, скажу, там не было никаких подготовок, подрыхтованных специально подсадных людей. Як вылежите, кто сегодня самый популярный политичный дейч у республицы? Да, понятия не имею. Я книг, что не знаю. Вы? Тоже не знаю. За полдесятка лет индустрия аудиовизуала расцвела в демократической среде, приросла новыми проектами, подарила ярких личностей в эфире. В стране появились коммерческие FM-радиостанции, которые переняли лучшее у западных аналогов. Однако политические изменения, толкнувшие страну на рельсы тоталитаризма, естественное развитие медиа уничтожили. По существенно, со второй половины 90-х цензура и советские методы борьбы с альтернативными взглядами вернулись в обиход. Была такая газета телевизии и радио, здаётся. Такая ведомостная газета, якая там, белая телевизия и радио компания. Ну, а это короткий период, так званный недодемократы. Чему я ведаю, что это была недодемократа? Потому что Жанну Литвину постоянно выкликали до начальства, постоянно пропасовывали. Что бы там только ни было, вот нечто, ты день пройшёл, это ира, и там кто-то взял интервью с Бором Моисеевым. Бор Моисеев там пачал ущеровать там свои гейские штуки. Жанну выкликаюсь на диван, там, что такое, это такое, нелька, что такое. Потом я ещё нехто, нехто там что-то политичное, там Елена Радкевич, там, у Навумчика, что-то. То есть я там снова выкликаю, да что это такое, это, ну, цена, ну, короче, начальство, как было коммунистично, так и осталось. Им трудно было, как всё было шире, я такой, вся рыдина такая. На радио я пришёл исключительно на положительных эмоциях, и какое-то время меня всё устраивало. А вот наоборот произошло, когда я понял, что я больше не хочу работать на таком радио. Это когда нас начали вызывать по понедельникам в Министерство информации и пытаться рассказывать какие-то, с их точки зрения, нужные вещи, грубо говоря, это были темники. Тем более, что это говорили люди крайне глупые, во главе с Булацким, по-моему, его фамилия. Вечно такой был, у меня было ощущение, что он всегда с похмелья. Не помню, какую он должность занимал, но что-то он делал в Министерстве информации. Укрепившись во власти, Александр Лукашенко вовсе начал охоту на креативных людей. Тех, кто завоевывал аудиторию не принудиловкой и пропагандой, а творческим подходом. Однажды в реакторе ко мне подошли трое краткостыженных молодцев в плохих рубашках и еще более плохих пузыряющихся брюках. Начали меня убеждать, тоже убеждать и предупреждать достаточно активно, что я должен там, грубо говоря, поменьше рот открывать в эфирах, имея в виду негативное отношение к действиям власти и так далее. Чуть драки не случилось. Мне просто кажется, что в тот момент, как раз, 95-96 год, новая власть поставила на верное себе задачу работать с молодежью. Создание молодежных организаций, возвращение вот этих псевдокомсомольских организаций, пионерских и так далее. А как раз вот это вот радио 101.2, которое было создано, оно, это была его целевая аудитория. И оно очень мешало. И надо было посадить на эту чистоту другую команду, которая бы начала обслуживать будущую молодежную организацию, возвращающуюся в прошлое Беларуси. Я ведаю абсолютно докладно, якая падея запустила для меня в этот час в отборотном керунку. Это произошло тогда, когда на телебачене показали фильм «Дети лжи», який взнял батька того самого Гриша Заронка, який зараз зорка. Наше телебачене. Вот тогда для меня стало... Это было нечеканно абсолютно. С правой шоу тым, што памима сваёй воли, скажем так, я оказалась неяк... Прымала удел, скажем так, у демонстрациях этого фильма по телебачене. Тому, што мене попрасили просто посидеть за пультом, зараз будзе прэмьера неякага фильма, и вось будзе обмеркованне. Я вам скажу шчыра, што калі я сідела за пультом и слухала тое, што казалі гэтые люди, я не помню, хто там был докладно. Ну, пять, шесть, чатырый чалавекі. Напылно там был режиссёр Юра Заронок. Я просто не могла поверать своим ушам. Я не верала, што я гэта чую, што белорусская телебачене выдае гэта ўсё у эфір. А вось, и потом я поглядела, зумела гэтый фільм, и мне шчы казаласся, што мы нешта можам неяк зменіць. На завтра, ці на пасля завтра я выступила на, здаецца, гэта был задзел, ці студыны великое ляточка, на якое были ўсі головных редакторы, ўсё кераўніцтва. І я сказала, што гэта немагчыма, гэта немагчыма паказывать такі фільмы па белоруским телебачене. І якое ж було мае ўсдзев Blockchain, или амаль, что полова присутных сказала, что чему это вельми доброе кино, это правда, мы повинны ведать правду про БНФ и так далее. Давление на медичиков привело к катастрофическим последствиям. Увольнение переезда людей, какими бы болезненными они ни были, самое малое из зол. Однако в глобальном смысле вся отрасль пережила удар, отбросивший ее в каменный век. От независимости не осталось и следа, а любые пробы создать альтернативу инфополю государства подавлялись экономическими и силовыми методами. Причем инакомыслие находилось властью в каких-то совсем уж абсурдных вещах. Мы как раз пытались быть просто нормальными, обыкновенными, свободными и в какой-то степени людьми. Мы пытались говорить о вещах, которые интересуют обыкновенного европейца. Если в этом есть какая-то революционность, то так, а так нет. Я не знаю. Помню, целая история была. Ваня Мирский, Ир Турович. Мы вместе запустили первыми на такой коммерческой популярной станции новости на белорусском языке. Это было всего лишь два раза в день, но это вызвало такое количество разговоров. Казалось бы, просто новости такие же, как все остальные, но на белорусском. Это была популярная современная молодежная станция, информационно-музыкальная. То есть было очень много новостей, хорошей музыки. Ну, например, мы с BBC сотрудничали, что не приветствовалось в то время. И вот в 1996 году, опять же, через год, на день рождения Жан Литвиной и президента тогдашнего нас закрыли. К сожалению, уже в то время, в 1996-1997 год, все сложнее было в стране работать. То есть зажималось очень сильно все, что только можно. Была тогда народная газета, которая там тоже потом уже закрыли, уже после нас. То есть мы были первыми, кого убрали. Становилось все более очевидным. Если независимые МТВ и радио хотят сохранить доступ к белорусской аудитории, необходимо перебираться за рубеж. И уже оттуда, адаптировавшись к вызовам дистанционной работы, продолжать вещание. Верили, что это, в принципе, возможно и имеет смысл, немногие. То, что телебачение можно створить, так сказать, на выгнании, и что это будет нормальная якость телебачения, мало кто верил. Что это будет настолько, что годовый проект давали нам год-два. А когда мы начали развиваться довольно худко и мощно, то оказалось, что до нас пришли шмат белорусских творцев, которые, допустим, не имели, тем надалее не мают в большинстве працевать в Беларуси выбитных творцев, историков, музыков, режиссеров. И тогда я зрозумевал, что это не только проект, где там есть короткие новины, еще некие пару программ, что это мае шанец стать целым таким, я бы сказал, таким асеротком, центром. Ну и надо было что-то создавать, и часть коллектива решила попробовать создать что-то за рубежом в Польше. И тогда мы создали проект, который называется, он до сих пор существует, «Радиорация» назывался, от слова «меть рацию» по-белорусскому и по-польскому, «Рация». Это был проект, который чем-то мог напоминать «Радио Свобода», но это был другой проект. То есть все-таки он был более такой молодежный, более современный, хотя и информационный. В то время иначе было невозможно, потому что это были короткие средние волны, вещания на коротких средних волнах. Поэтому, конечно, он напоминал голоса, что вызвало, естественно, бурю недовольства в Беларуси тогдашней. Вслед за радиорацией появилось Еврорадио. Белсад из чисто польской истории вырос международный проект, поселившийся в том числе и в телесетях соседних стран. Вышла в эфир «Радионет». Тем самым история беларуских независимых аудио- и визуальных вещателей зашла на новый виток. А вместе с этим появился и контент, которым прежде наше медиаполе не изобиловало. Исторические программы, документальное кино, онлайн-трансляции. Такие программы, яны часто, я кажусь, мессийные. То есть их все одно треба робить про язык, про культуру, про историю. То, кали не мы не зробим гэтых программ, то никто не зробить. Кроме гэтыха, мы зробили вельми шмат документальных фильмов, которые так само, конечно, не за всюду были суперпопулярными. Ну, по простой причине. Ну, документальное кино – это нишевый продукт. Али гэты не значат, что этого не треба робить. Потому что Беларусь у свете, у нашей части, со света, при нам все, одна из, есть такие термин, наименьш обзнятых краинах, кали ходить, кали ведется про документальное кино. И мы лечили, лечим, что это треба робить. Хотя, конечно, складано зарабить дорого, долго складано робить документальное кино. Али это треба робить. В какую сторону пойдет развитие этих медиа дальше, предугадать сложно. Очевидно, что политические события 2020 года наложили отпечаток и на редакционную политику, и на содержание контента, и на восприятие журналистами современных реалий. Но в то же время эти события стали точкой невозвращения цензуры, идеологического террора и жизни внутри информационного пузыря. В 2020 году мы увидели потрясающую вещь в том смысле, что люди вышли, им захотелось выйти и сказать, что они есть. То есть у этих людей не было страха. Для меня 2020 год – это просто новая эпоха. На самом деле мы проходили и предыдущие годы, и избиения, и аресты, и это шло бесконечно, и оппозиция, и какие были массовые демонстрации в 90-е годы и так далее. Так что 2020 год – это только лишь новая какая-то эпоха, в том смысле, что люди забыли о том, то есть власть настолько уничтожила, зачистила поле, которое было политическое в Беларуси, что вот эта вот масса современных людей, которые там работают в разных сферах, и в IT, и не в IT, неважно. То есть они просто забыли о том, где они живут, и что было перед ними, на самом деле. И они вышли без страха. Помогать людям в борьбе со страхом, пожалуй, сегодня и есть главная миссия независимых ТВ и радио, что, собственно, понимает и принимает каждый из сотрудников этих медиа. Пусть порой сталкивается с хейтом за несовершенные методы или качество своих действий. Я запрашаю хейтеров, не хейтеров, заусобие я могу показать, як працует эта фирма, и оценить працю команды людей, которые за довольно невеликие сродки робят стольких годин, что дня программов. Так, они могут быть не без канала, и эфиры могут быть не за все ды на 100% выбитные, а для того, что эта группа энтузиастов, людей, которые работают эфиры, которые занимаются соцсетками, порталами нашими, ютубом хотя бы, с велизной колькостью подписчиков и наведвальников, и что нам удалось за этот час сделать вельми серьезный унесок у скарбонку белорусской культуры. За это.